Сказали что-то плохое, например, вслед прокляли кого-то, женщина пошла, мужчина приворожила. За любые поступки нам приходится отвечать, поэтому проанализировать необходимо всю свою жизнь. Кого-то уволили с работы, кому-то зарплату понизили. Разберем как раз что такое карма, все последствия, еще рассчитаем. 2024 год, год кармический, год Сатурна. Во многих своих интервью ты говоришь про это. Расскажи для зрителей нашего канала. Давайте начнем с того, что действительно, когда мы складываем 2, 2 и 4, получается 8. А это что у нас? Сатурн. А Сатурн кармическая планета. Это вообще кармический учитель, который очень спрашивает своих непокорных детей за их поступки. А с другой стороны, мы видим, что это подключка к денежному эгрегору. Но все-таки мы сегодня немножечко акцент сделаем именно на кармичность этого года, чтобы в этом разобраться глубже, тем более если у кого-то из зрителей будут синхронные числа. Может быть, ты дашь какие-то 2 вида расчета? Может, поговорим про признаки? Да, ну вот как раз я сказала, еще привязать нужно, что для кого он особо может быть кармический? Кто родился 13, 14, 16, либо 19 числа любого месяца? Сейчас как раз ты говоришь расчеты. Мы посчитаем и найдем расчеты, какие могут быть земной и космический паспорт. И вот для тех, у кого эти числа появятся в земном либо космическом паспорте, как раз-таки будут проверки в 2024 году. Этим людям особенно нужно быть активными в проявлении корректировки событийных рядов. Итак, давайте посчитаем. Ты тоже можешь посмотреть свои показатели. Какого числа именно день рождения у тебя? 5 апреля. 5 число. Это не кармическое. А вот кто родился 13, не кармическое число, а кто родился 13, 14, 16, либо 19 числа, вот тут у нас число кармическое. Вы понимаете, что его нужно будет корректировать. Как оно может проявиться, чуть попозже тоже об этом поговорим. И когда мы складываем число месяц и год рождения, я твои сложила, я знаю, что у тебя там нет кармических показателей, но тут опять же нужно проверять в двух показателях, да? И когда мы находим космический паспорт, напоминаю, нужно делать два расчета. Сначала вы складываете по порядку число месяц и год, у вас получается определенная сумма. Смотрите, есть там эти числа 13, 14, 16, 19 или нет. Если нет, с одной стороны уже хорошо, но дальше нам нужно еще раз сложить. И там вы можете обнаружить, у тебя я проверила нет, у меня проверила тоже нет. Второй вид расчета, когда вы сначала число месяц и год сворачиваете все числа до однозначного, а потом эти числа между собой складываете. И многие уделятся, у 50%, представляешь, могут появиться эти числа кармические. Сейчас они порадовались в первом расчете, а сейчас скажут, о, да, кармические есть. И вот смотрите, как это делать. Например, число рождения 12, значит 1 плюс 2 будет 3. Вот мы подготовили однозначное число по дню рождения. Дальше, например, месяц рождения у вас 11. 1 плюс 1 будет 2. Это второе число. И в году вы также сворачиваете год до однозначного. Например, вы родились в 1991 году. 1 плюс 9 плюс 9 плюс 1 у нас получается 20. Это неоднозначность, навернуть нужно еще до однозначного раз. 2 плюс 0 будет 2. Все, еще одно число. И вот теперь вот эти три числа по дню, по месяцу и по году однозначные числа нужно сложить. В этот участок появляются кармические показатели. А вот еще бы про симптомы носовой кармы поговорить, про их признаки. А, признаки, замечательно. Мы сейчас уже вот не в самом первом месяце января, и мы можем с вами отследить. Да, январь у нас уже прошел, и в этом году он очень показательный с точки зрения соединения ваших чисел. Да, даже, кстати, не обязательно кто-то даже, кто не нашел у себя кармические числа. Все равно проверяйте, что у вас происходит. Откорректировались ли вы в предыдущем году или нет, успели или нет. Потому что, если практики никакие не делали, то как раз январь и показательный. Да, что слабая зона пошла по какой-то сфере, либо наоборот человек уже потенциал свой получил. Так вот, смотрите. Не важно в каком вы сейчас месяце 2024-го, либо 2025-го года смотрите, всегда анализируйте уже январь. Он у нас уже прошел. Смотрим, по какой сфере вы просели. Особенно внимательно должны быть те, у кого кармический показатель. Раз есть зона просевшая, кого-то уволили с работы, кому-то зарплату понизили, кто-то развелся, у кого-то там ребенок что-то серьезное начудил, либо с болезнью как-то связано, либо что-то где-то ресурсы утекают. Почему? Потому что все-таки двойка у нас присутствует в 2024 году. 24 минус 22, получается 2. Это вода. Это, с одной стороны, гибкость, но с другой стороны, много утечет. И, кстати, в этом году, я еще раз напоминаю, очень внимательно нужно быть, кто собирается путешествовать на моря. Все, что связано с водой, это достаточно все опасно. И водичку, смотрите, какую пить. И могут быть катаклизмы. Дальше четверка у нас тоже в году есть. Поэтому по здоровью тоже может серьезно проиграться. Итак, подытожим, что анализируем сферы. Если где-то просело, значит, вы не доработали в 2023 году. Нужно делать корректировки. Опять же, инструментов у нас много, но в первую очередь, ваша задача сейчас подумать. Так, а вообще чисто ли у меня карма? Вот чисто ли у меня карма? Делаю ли я благие поступки? Что-то такое происходит в моей жизни, что я могу сказать, что она у меня идеальна? Если нет или есть подозрения, либо что-то, например, у вашей второй половинки не так, очень рекомендую вам прийти на наш марафон по корректировке кармы, и будет вам счастье. Потому что там мы очень подробно все эти вещи рассказываем, раскрываем. И, конечно же, считаем еще больше. Понимаем глубину кармы, понимаем вот эти графики, плюсовой, минусовой кармы. Потому что не все знают, что такое плюс карма и минус карма. И многие думают, что карма – это только плохо. Но когда вы в графике набираете плюсы в карму, это как ваши бонусы. А вот еще расскажи, вопрос пришел в голову. Карма про мысли, карма про действия. Может быть, практику, совет дашь по улучшению кармы. Может, ты еще виды кармы подскажешь для наших зрителей? Да, давай сначала как раз начнем с основных. Какая карма бывает? Карма бывает родовая, породу идет. Вот это очень важно всем разобрать. Обязательно прийти на марафон. Ссылочку мы прикрепим. Первое – породу. Второе – из предыдущего воплощения. С чем вы из предыдущего воплощения пришли, с какими задачами. И кто-то уже в первые 30-40 лет тут натворил каких-то дел. Хотя важно было до 29 лет решать вопросы из предыдущего воплощения, уже откорректировать. И тогда, когда ваш Сатурн, а он у всех в 29 лет возвращается, он бы уже вас выводил в правильное направление. Вы в своем предназначении были бы счастливы в личной жизни. То есть денежки, карьера, все бы было. Уже притяжение пошло по всем сферам. Если вы чувствуете, что что-то не так, то 100% вы еще и набрали что-то минусового в карму свою. Итак, повторим. Породу из предыдущего воплощения и карма в этом воплощении. И дальше вот ты меня еще спрашивала про действия, про мысли. Еще есть карма, которая дается по мыслям, через действия и через слово. То есть поэтому даже тут надо контролировать, никого не оговаривать, не задумываться ни о каких плохих поступках, кому-то, например, навредить. Это как раз карма будет по мысли. Если вы уже сказали что-то плохое, например, вслед прокляли кого-то, это уже карма будет по слову. А если вы действие какое-то плохое сделали, например, женщина пошла, мужчину приворожила, это минус карма очень большая будет. То есть минус кармы придет очень большой. И за все, конечно, за любые поступки нам приходится отвечать. Поэтому проанализировать необходимо всю свою жизнь. Обязательно. Поэтому я хочу пригласить еще раз наших зрителей на мероприятие, на наш марафон, где мы максимально подробно за два дня разберем как раз что такое карма, все последствия, еще рассчитаем, погружение разного рода сделаем. Вот, в общем-то, это и есть рекомендация, потому что в 10-минутный ролик не уложишь всю информацию. Надеюсь, вам была полезна эта информация. С вами на связи была Мара Баронина. И Светлана Слава. До новых встреч в потоке. Субтитры создавал DimaTorzok